Могавдат. Формула счастья. Ча жизнь в сражении ничего не значит для того, кто обрел покой. Посвящается Али. Верю, что ты счастлив, где бы ты сейчас ни был. Видение. Через 17 дней после смерти моего чудесного сына Али я начал писать и не мог остановиться. Я писал о счастье. Странный выбор темы, учитывая обстоятельства. Али был сущим ангелом. Все, к чему он прикасался, становилось лучше. Все, с кем он общался, становились счастливыми. Али всегда был спокоен и доволен жизнью. Нельзя было не поддаться его энергетике, не восхититься его искренней заботой о каждом живом существе, с которым пересекался его путь. Когда Али ушел, у нас были все причины горевать. Почему же тогда его уход побудил меня написать то, что вам сейчас предстоит прочитать? Что ж, эта история началась примерно в то время, когда родился Али, а, возможно, и раньше. С самого первого дня работы мне сопутствовали успех, финансовое благополучие и признание. Но я постоянно был чем-то недоволен. Моя карьера стартовала не где-нибудь, а в таких гигантах сферы высоких технологий, как IBM и Microsoft, где я в изобилии получал интеллектуальное удовлетворение, имел все шансы потешить свое самолюбие, и да, прилично зарабатывал. Но чем больше жизнь баловала меня, тем более несчастным я становился. Дело не только в том, что жизнь усложнилась. Знаете, как говорится, больше денег — больше проблем. По каким-то причинам, несмотря на изобилие материальных, интеллектуальных компенсаций, мне не получалось радоваться жизни. Даже самый великий подарок судьбы — моя семья — не приносил мне столько радости, сколько мог бы, потому что я не знал, как ее принимать. Забавно, что в молодости, в непростой период поиска своего пути, я всегда был очень счастлив, хотя иногда едва сводил концы с концами, но к 1995 году, когда мы с женой и двумя детьми собрали чемодан и переехали в Дубай, все изменилось. Сразу оговорюсь, Дубай тут ни при чем. Это замечательный город, великодушные жители которого приняли нас как родных. Наш приезд совпал по времени с началом стремительного развития Дубая, означавшего головокружительные карьерные перспективы и миллионы способов обрести счастье или хотя бы попытаться это сделать. Но иногда в этом городе возникает ощущение нереальности происходящего. С одной стороны, ты видишь раскаленный песок и голубые волны, а с другой – футуристические офисные здания и башни жилых домов, где квартиры стоимостью в миллионы долларов раскупаются, как горячие пирожки, нескончаемым потоком богачей со всего мира. На улицах Порше и Феррари соревнуются за парковочные места с Ламборджини и Бентли. Деньги текут рекой. Это завораживает. Но в то же время появляется искушение спросить себя, а чего достиг ты сам по сравнению со всем этим? Еще до переезда в Объединенные Арабские Эмираты у меня сформировалась привычка сравнивать себя с очень богатыми друзьями, на фоне которых я всегда чувствовал себя проигравшим. Но это чувство постоянного отставания не привело меня ни к психотерапевту, ни в Ашрам. Нет, оно заставило меня стараться еще больше. Будучи заучкой с раннего детства одержимым чтением, я сделал то же, что и всегда – накупил горы книг. Я проштудировал технические анализы биржевых трендов, изучил их вдоль и поперек, вплоть до базовых уравнений. Вскоре я мог прогнозировать краткосрочные колебания на рынке как настоящий профессионал. Я возвращался домой с работы примерно тогда, когда в США открывались торги на Несдак и с помощью собственных расчетов зарабатывал серьезные деньги, как дневной трейдер. В моем случае правильнее было бы сказать «ночной трейдер». Тем не менее, думаю, я не первый, от кого вы слышите эту присказку. Чем больше я зарабатывал, тем несчастнее становился. И тогда я старался еще больше и покупал еще больше игрушек, полагаясь на ложное представление о том, что все старания однажды окупятся, и я найду горшочек с золотом. Своё счастье. Предположительно, спрятанный в конце радуги высоких достижений. Я превратился в хомячка, несущегося по гидронической беговой дорожке. Чем больше получаешь, тем больше хочешь. Чем больше усилий прилагаешь, тем больше находишь причин стараться еще больше. Однажды вечером я зашел на какой-то сайт и несколькими щелчками мышки купил два раритетных автомобиля марки Роуз-Ройс. Зачем? Просто я мог себе это позволить. К тому же я отчаянно пытался заполнить внутреннюю пустоту. И что бы вы думали? Естественно, когда эти два прекрасных обращика английской автомобильной классики припарковались у моего дома, я не стал ни капельки счастливее. Оглядываясь на тот этап своей жизни, я понимаю, что окружающим приходилось со мной нелегко. Моя работа была связана с продвижением продукции Microsoft в Африке и на Ближнем Востоке, из-за чего я практически жил в самолетах. В постоянном стремлении к большему я стал требовательным и нетерпимым даже к своим близким. И понимал это. Я не успевал по достоинству ценить восхитительную женщину, на которой женился, слишком мало времени проводил с чудесным сыном и дочкой и никогда не останавливался, чтобы насладиться текущим моментом своей жизни. Большую часть времени я куда-то спешил, нервничал, что-то критиковал, требовал достижений и высоких результатов даже от собственных детей. Я маниакально пытался подстроить мир под свои представления о том, каким он должен быть. К 2001 году эта внутренняя пустота и бешеный темп жизни завели меня во тьму. Тогда я уже понимал, что не могу и дальше игнорировать проблему. Агрессивный, несчастный человек, смотревший на меня из зеркала, это был не я. Я устал тянуть лямку в шкуре этого измотанного, вечно недовольного и злобного на вид мужика, скучал по тому жизнерадостному и оптимистичному парню, каким был всегда. Недовольство жизнью стало моей новой задачей. Я решил применить свою педантичность и аналитический ум инженера к самоанализу и поиску выхода из ситуации. Я рос в Каире, в семье учительниц английской литературы, и начал с упоением читать книги задолго до того, как пошел в школу. С восьми лет я каждый год выбирал себе определенную тему и на все карманные деньги закупался книгами. В течение года изучал их от корки до корки, не пропуская ни слова. Друзья подшучивали над этой привычкой, а она тем временем переросла в мой подход ко всем трудностям и стремлениям. Как только в жизни начинался сложный период, я обращался к книгам. Я самостоятельно обучился плотническому делу, выкладыванию мозаики, игре на гитаре и немецкому языку. Я искал дополнительные знания по высшей теории относительности, изучал теорию игр и высшую математику, научился писать очень сложные компьютерные программы. И в начальной школе, и будучи подростком, я одинаково целенаправленно брался за книги. Позже я с тем же рвением ринулся изучать искусство восстановления классических автомобилей, осваивать кулинарное дело, технику написания гиперреалистичных портретов углем. Источник моих достаточно высоких познаний в бизнесе, менеджменте, финансах, экономике и инвестировании – это в основном книги. В трудные минуты мы обычно обращаемся к той деятельности, которая удается нам лучше всего. Поэтому я, несчастный мужчина за 30, снова в головой погрузился в чтение. Я скупил все книги на тему счастья, которые только смог найти. Я сходил на все лекции, просмотрел все документальные фильмы, после чего тщательно проанализировал все, что узнал. Но мой подход к данной теме отличался от подхода психологов, написавших все эти книги и являвшихся авторами исследований, благодаря которым изучение счастья стало модной научной дисциплиной. И я не пошел по пути философов и теологов, занимавшихся проблемой человеческого счастья со времен зарождения цивилизации. В традициях своего инженерного образования я разобрал проблему счастья на мельчайшей составляющей и подверг каждую из них скрупулезному анализу. Я решил создать основанную на фактах модель, эффект которой можно было бы количественно измерить и многократно воспроизвести. В процессе исследования я ставил под сомнение каждую процедуру, которой мне полагалось слепо следовать, проверял на совместимости и рекомендации и тщательно анализировал достоверность всей входящей информации, стараясь разработать алгоритм, который дал бы желаемый результат. Как разработчик программного обеспечения, я задался целью найти тот код, который можно было бы запускать снова и снова, и каждый раз гарантированно получать предсказуемый исход. Счастье. Как ни странно, первый настоящий прорыв после всех этих гиперрациональных усилий в духе мистера Спока произошел во время случайного разговора с матерью. Она всегда учила меня тому, что нужно усердно трудиться и на первое место ставить свое финансовое благополучие. Она часто вспоминала арабскую пословицу, вольный перевод которой звучит примерно так. «Ешь скромный один год, еще один год скромно одевайся и обретешь вечное счастье». В молодости я фанатично следовал этому завету. Много работал, откладывал деньги и стал успешным. Я выполнил свою часть сделки. И тогда пришел к матери с вопросом. «Где то счастье, на которое я теперь с полным правом могу рассчитывать?» Во время разговора с ней меня вдруг осенило. Счастье — это не то, чего нужно ждать и ради чего нужно трудиться. Словно оно должно быть заработанным. Более того, оно не должно зависеть от внешних факторов, не говоря уже о таких непостоянных и переменчивых обстоятельствах, как карьерный успех и растущий капитал. До сих пор мой путь был полон успехов и достижений, но каждый раз, когда я продвигался еще на сотню метров по этому полю, кто-то словно отодвигал ворота немного назад. Я осознал, что не обрету счастья до тех пор, пока буду верить в то, что, сделав что-то, получу что-то или достигнув какой-то контрольной отметки, стану счастливым. Математические уравнения можно решать равными способами. К примеру, если а равно b плюс с, то b равно а минус с. Если бы требовалось найти а, мы искали бы значения двух оставшихся членов, b и с. А если бы требовалось найти b, мы предпринимали бы иные действия. Выбор члена, значение которого требуется найти, коренным образом меняет подход к решению уравнения. Это справедливо и тогда, когда требуется найти счастье.